Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами обсудим одну очень актуальную тему для любого, кто изучает английский или какой-то другой иностранный язык, а именно, как учить и запоминать слова. Поехали! Итак, обычное изучение иностранного языка начинается с грамматики. Однако, получив базовые знания и безуспешно попытавшись построить маломайски распространенное предложение, человек понимает, что ему не хватает словарного запаса. Он идет в магазин, покупает словарь и в ужасе понимает, что ему нужно выучить 100 тысяч слов. Но нужно ли на самом деле учить все 100 тысяч слов? Давайте разбираться. На самом деле, даже носители не знают всех слов, которыми располагает словарь. Согласно информации в сети, среднестатистический американец имеет в своем словарном запасе от 10 тысяч до 20 тысяч слов, в зависимости от уровня его образованности, из которых в повседневной речи он использует лишь 2000 слов. Прежде чем обсуждать, как нужно учить слова, давайте поговорим о том, как их учить не нужно, а не нужно их учить списком. Сейчас объясню почему. Вот вы выписали, скажем, 20 слов и через черточку написали перевод. Затем потратили добрый час на то, чтобы их выучить. И что мы получаем в итоге? Так как вы не знаете, как применяются эти слова на практике, ведь этого не написано в вашем конспекте, то есть не написано, с какими словами сочетаются, какой оттенок они имеют, то вы вряд ли сможете применить эти слова в диалоге или на письме. И вследствие того, что вы их не используете, слова в скором времени забудутся. А если не забудутся, то займут свое прочное место в вашем пассивном словарном запасе. То есть слово вы знаете, а применить не можете. Поэтому сейчас мы с вами обсудим, как все-таки лучше учить слова. Итак, когда вы находите какое-то новое слово, обязательно выписывайте не только его значение, но также примеры предложений и словосочетаний, в которых оно наиболее часто употребляется. Допустим, если вы запишите глагол to count как считать, но не добавите примеров, то недалек тот день, когда вы скажете предложение по типу I count your right, в значении я думаю, что ты прав, вместо I think you're right. Ведь в русском языке глагол считать имеет два значения. Считать предметы и считать значение иметь мнение. Но исходя из вашего конспекта, который из этих значений относится к глаголу to count, непонятно. Однако, если бы вы записали пример, скажем, she can count from one to ten, вы бы уже не совершили подобные ошибки. Более того, когда вы запоминаете не одно слово, а целое словосочетание, например, to count sheep, считать овец. В случае, если вы забудете одно слово, другое слово поможет его вспомнить. Где брать примеры? Можно искать в онлайн-словарях, например, Oxford, Cambridge, Macmillan. Можно в приложениях, можно на сайтах. Лично мне нравится новый сайт Memoize, на котором можно искать примеры по фильмам и мультфильмам. Достаточно ввести искомое слово в поиски, и ниже вы получите результат из десятков небольших фрагментов из англоязычных мультфильмов или фильмов с субтитрами. Мне кажется, это гораздо интереснее сухих примеров из словарных снотей. Но и так как мультики современные, то и язык будет как раз тот, на котором говорят именно сейчас, без каких-либо архаизмов. Поиск по мультикам осуществляется бесплатно, а по фильмам бесплатно только первые 7 дней. Но если вы введете промокод EnglishSpot, вас ждет скидка 65%. Когда вы слушаете примеры, обязательно повторяйте их вслух. Пусть ваш речевой аппарат, слух привыкнут к тому, как это слово звучит и произносится. Запишите это слово на бумаге. Пусть ваша двигательная память тоже будет задействована. Не менее важно выписать транскрипцию и повторить слово вслух несколько раз. Для чего это нужно? Дело в том, что правила чтения в английском языке сплошь состоят из исключений, что ставят под сомнение актуальность самих правил. Чтобы не быть голословной, я приведу пример. Согласно правилам, буква U в открытом слоге читается как U, а в закрытом как A. Например, cute и cut. Но теперь внимание на экран. Уже по этим примерам мы видим, что буква U, помимо двух стандартных вариантов чтения, имеет еще шесть. А ведь этот список можно продолжить. Иногда в учебниках к правилам чтения добавляют группы и подгруппы какие-то особые словосочетания, но опять же из них тоже будут исключения. Поэтому чем заучивать правила, легче сразу выучить, как читается вот это конкретное слово. И вот вы выписали слова, написали к ним перевод, транскрипции, словосочетания, примеры, проговорили все вслух. Что делать дальше? А дальше, чтобы эти слова закрепились в вашей долговременной памяти, вам нужно их использовать. Как это сделать? Если эти слова относятся к одной теме, например, к теме еда, расскажите себе вслух о тех продуктах питания, которые вам нравятся и которые не нравятся, употребив каждое из этих слов. Например, I don't like apples because they are sour. Мне не нравятся яблоки, потому что они кислые. Если эти слова из разных тем, вы можете попробовать их как-то классифицировать и разбить на небольшие темы и составить несколько рассказов. Если эти слова вообще никак не объединить, то составьте по примеру на каждое слово. И обязательно проговорите все примеры вслух. Если вы изучаете английский вместе со своим другом или подругой, это очень удобно, позоставляйте вместе различные диалоги с этими словами. Если какие-то слова вам ну никак не даются, в этом нет ничего страшного, такое бывает со всеми. Здесь вам поможет метод ассоциации. Например, очень действенен метод фонетической ассоциации. Его суть в том, чтобы подобрать в родном языке слово, созвучное с английским словом, которое вы хотите выучить. Этим методом часто пользуются иностранцы, когда изучают русский язык. Поэтому, если к вам когда-нибудь подойдут и скажут yellow, blue, bass, не обижайтесь, вам только что признались в любви. Ассоциации могут быть связаны не только с фонетикой, но также и с личным опытом и какими-то образами. Допустим, вы разучиваете глагол to escape, сбежать, совершить побег. Попробуйте построить ассоциацию с клавишей escape, которую вы нажимаете, когда хотите выйти из программы или приложения, то есть сбежать. Ну и последний совет. Повторите эти слова сначала через неделю, а потом через месяц. И поверьте мне, эти слова останутся с вами надолго. Конечно, при условии, что вы периодически будете их использовать. Если вам помог какой-то иной метод, обязательно поделитесь им ниже в комментариях, чтобы остальные ребята тоже смогли им воспользоваться. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. Оставайтесь такими же позитивными и любознательными. До скорых встреч. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!